Дорогие друзья, в Новосибирске сегодня завершился матч Сибирь-Нижний Новгород. Почти 80 минут нашей команде пришлось играть в десятером против 11 футболистов соперника. Но, тем не менее, матч закончился в ничью 0-0. Мы беседуем с защитником Нижнего Новгорода Антоном Бочаровым. Антон, легкая эта работа, 80 минут играть в десятером против соперника? Ну да, скажем так, было непросто сегодня. Но, в целом, я считаю, получилась такая равная, обоюдоострая игра. Ну и считаю, что мы заслуженно уводим очко с выезда. Главный тренер на пресс-конференции сказал, что игра разделилась на до и после удаления сопета. Вы согласны с ним? Ну, я думаю, что да. После удаления нам, конечно, пришлось больше обороняться, нежели обычно. Поэтому, да, наверное, справедливо. Играть на манеже – это своеобразно, это тяжело было сегодня? Ну да, дышится, конечно, по-другому, нежели на улице. Поэтому, да, не совсем просто было сегодня нам. Если начало было за нашей командой, то в концовке, в принципе, поджимал соперник. И были эпизоды, когда приходилось не сладко у наших ворот. В частности, даже с линии пришлось выбить тебе мяч. Вспомни вот этот эпизод. Как там все было? Ну, пошла длинная передача, точнее, одному из наших защитников. Какие-то рикошеты. Ну, и так получилось, что мяч поскакал к нашим воротам. Я оказался в том месте и выбил его. То есть, сомнений не было, что нужно делать? Ну, наверное, да. Ну, результат 0-0 сегодня. Счет по игре. Все-таки одно очко по такой игре – это хорошо. Или нужно было брать три? Ну, я думаю, сегодня как раз-таки получилась такая ничейная боевая игра. Мне кажется, одно очко заслужено сегодня. Дома придется уже играть при гораздо большем количестве зрителей и соперники. В принципе, у нас впереди Армавир и Хабаровск. Что ждем от этих матчей? Что ждать болельщикам? Только победы, как обычно. Настраиваемся на три очка. Ну, сегодня такой полноценный дебют для тебя получился. 90 минут на поле. Да. Как? Давно этого ждал? Ну, давненько, да. Что ж, теперь удачи и победа. Спасибо, спасибо. Дорогие друзья, мы продолжаем наше интервью после матча Сибирь-Нижний Новгород. И сейчас на моем вопросе ответит вратарь команды Нижний Новгород Артур Анисимов. Артур, сегодня получилась боевая ничья. Причем играть пришлось в десятером большую часть матча. Ну, отыграть на ноль для вратаря – это всегда почет. И, наверное, в такой ситуации почетнее вдвойне. Ну да, тяжелая игра получилась. Считаю, что удаления вообще близко даже не было. Нельзя было вторую карточку за такое нарушение давать. Но ребята молодцы, бились как мужчины до последней минуты. Спасибо им за этот ноль. Это их заслуга. Больше, чем моя. Вначале очень хорошо наши играли. Были моменты. И вот действительно, этот эпизод на 16-й минуте немного сломал игру. Но тем не менее, в общем-то, вырулили как-то, да? Ну да, спасибо парням еще раз хочу сказать. Они отдавались полностью. Начало было за нами, и уже по игре видно было наше преимущество. Я думаю, что если бы мы играли в равных составах, мы бы обыграли их. В концовке пришлось тяжеловато, потому что во втором тайме соперник больше все-таки атаковал. Мы уже играли на контратаках. Пришлось выручать и тебе. В общем-то, были моменты, когда пришлось спасать команду. Ну да, было пару моментов. Такие вы вываливались из-под углов. Ну, на самом деле, меня там били. Ничего особенного. Сегодня радостно, что взяли очко, или обидно, что потеряли три для тебя лично? Лично для меня обидно, потому что мы сюда ехали за тремя очками. Хотели победить. Настрой был только на победу. Поэтому обидно. Ну и в раздевалке царило больше уныния, нежели радости. Или спокойно, в общем-то, восприняли этот результат? Ну, как-то и так, и так, по-разному. Ну, в общем, молодцы, что дотерпели это очко. Оно очень нам поможет и для команды, и для духа нашего. Чтобы мы не сдавались играть до конца. Могли еще и забить в конце. Да, тем более, сегодня состав тоже был неоптимальный. Ребята и травмированы, и болеют, и двое в сборную уехали. Впереди домашние матчи. Состав будет более оптимальный. Что ждать борельщикам? Что ждать? Да, я считаю, что у нас все ребята равны. Нет, у нас нет такого, что кто-то там супер выделяется. У нас есть сколько людей в обойме, в команде, в заявке. Все могут сыграть хорошо. Я хочу, чтобы мы выиграли следующую игру и доказали, что это была случайность. Судья был неправ в этой игре. Нам нужно взять три очка. Хочу пригласить болельщиков на игру, чтобы они поддержали нас. Мы им ответим хорошей игрой. Надеюсь, победим. Приходите на футбол 20 октября в 16.00 на стадион Нижний Новгород. Мы с Артуром Анисиевым приглашаем вас. Приходите обязательно.